Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. И сейчас мы с вами находимся на одной из страниц нашего сайта, а именно это страница 2.1 услуги для юридических лиц. Масса звонков раздается от контрагентов, начался новый год, Бостехнадзор осуществляет свои выездные проверки и соответственно к нам обращаются все новые и новые предприятия за получением услуги психологических обследований. В связи с этим возникает у звонящих, то есть работников этих предприятий, инженеров по технике безопасности и так далее. То есть лиц заинтересованных в том, чтобы предприятие было аттестовано, имело все необходимые лицензии, аттестации и так далее. Интересуются массой и массой интересных вещей. Интересных для них, может быть они когда-то с ними сталкивались, может только впервые столкнулись по определенным причинам. С 2015 года Ростехнадзор четко определяет необходимость проведения психологических обследований в отношении лиц опасных профессий, связанных с опасными видами работ, источниками ининизирующего излучения и так далее. И так далее, и так далее. Соответственно вопросов очень много задают для ответов на все буквально. Вот поверьте, я общаюсь с каждым из этих людей, там звонят директора и главные инженеры, ответственные лица какие-то. И как правило разговор всегда носит очень похожий, стандартный, типичный, такой унифицированный характер. Задают одни и те же вопросы, практически. То есть конечно существуют нюансы, но тем не менее в общем своей конве разговор всегда строится по какой-то определенной четкой схеме. То есть люди все умные, все понимают и соответственно задают вопросы, уточняют какие-то моменты. Для того, чтобы это все соорганизовать, пояснять, все вопросы, все ответы находятся вот на этой странице, которую я сейчас демонстрирую на ваших экранах. Раздел 2.1. Услуги для юридических лиц. На этой странице можно почитать и скачать любые все необходимые документы касательно психофизиологических обследований в Российской Федерации. Здесь определены предприятия и организации по сферам деятельности, которые должны получать лицензии. В данном случае это объекты атомной энергетики, газоснабжения, транспортные, горно-рудные, нерудные промышленности, химические, нефтехимические предприятия, по переработке минеральных удобрений и так далее. Всего определено порядка 16 таких областей, которых контролирует Ростехнадзор. Соответственно, прочитав это, вы можете спуститься чуть ниже. Я вас уверяю, вот здесь можно скачать все необходимые документы, посвященные этим вопросам. Начиная с первого пункта, начиная с федеральных законов, заканчивая какими-то постановлениями правительства, приказами, совместными приказами министерств и так далее и тому подобное. Фактически, вот здесь 9 пунктов в этом разделе и здесь можно скачать и приказ 233, определяющий тот перечень должностей, которые получают лицензирование в Российской Федерации. И постановление правительства 240, определяющий кто, что, зачем и почему все это делает. И административный регламент Ростехнадзора, благодаря которому Ростехнадзор, собственно, и осуществляет эти самые свои выездные проверки под номером 721. Скачать приказ 532 о лабораториях психологического обеспечения, это наша Библия. И приказ Минсоцздравразвития 302 на медосмотрах. И, соответственно, приказ 34С о проведении психологических обследований. Алгоритм сверху вниз, начиная от законов, заканчивая постановлениями отдельных министерств и ведомств по этому вопросу. Соответственно, можно скачать все эти документы, перепроверить их где-то, если вы не доверяете нам. Можно зайти в юридические системы Гарант, Консультант Плюс и скачать их там по этим номерам, датам и так далее. Соответственно, далее идет описание алгоритма работы лаборатории. Мы здесь четко определяем справку по медицинским, то есть по мед, по приказу 302Н, по медицинским медосмотрам и по психологическим обследованиям. Так называемую справку по приказу 34С, справка ПФО. Все очень четко и понятно. Идет алгоритм описания взаимодействия с нашими уважаемыми контрагентами. Здесь можно скачать вот этот самый алгоритм, внизу это PDF-овский файл, посмотреть как, что, зачем и почему. В общем-то, вот то, о чем я хотел сказать. Можно, значит, задать вопросы мне по телефону, моим коллегам, по WhatsApp со мной связаться, как угодно. Но это несколько несерьезно для организации, но тем не менее. Соответственно, получить все эти документы, скачать себе на компьютер и, соответственно, принять для себя какое-то решение о сотрудничестве, взаимодействии, о получении этих самых разрешительных документов Ростехнадзора. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!